Вчера глава ДНР внес изменения в указ о введении режима повышенной готовности. Ключевые коррективы касаются правил пересечения границы ДНР с Российской Федерацией. С сегодняшнего дня выезд разрешен всем желающим без ограничений. Что же касается въезда на территорию республики из России, то и здесь все вернулось на круги своя, и соблюдать режим самоизоляции по приезду в ДНР, согласно указу, уже не нужно. Этим же документом разрешается посещение театров, кинотеатров, музеев, библиотек, концертных организаций, культурных центров, клубных учреждений, спортзалов, фитнес-центров, бассейнов, ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания. Возобновляются приемы граждан и восстанавливаются права льготных категорий пассажиров на бесплатный проезд всеми видами общественного транспорта. Сегодня депутат Народного совета ДНР Юлия Крюкова вручила медикам Харцизка, находящимся на передовой борьбе с новой коронавирусной инфекцией, благодарность от председателя парламента республики за оказание квалифицированной медицинской помощи населению, за существенный вклад в развитие сферы здравоохранения государства и в связи с профессиональным праздником. От имени председателя Народного совета были вручены благодарности этим людям за тот самоотверженный труд, за то, что они делают для всех, для нас вместе, для всего нашего государства, для всего нашего населения. Мы искренне их благодарим и, конечно, в преддверии, когда проходил их праздник, было принято решение наградить этих людей благодарностями и почетной грамотой нашу центральную городскую больницу. Мы желаем им крепкого здоровья, мы желаем, чтобы их оптимизм и вера в то, что мы победим это все, и вселяло и в нас веру и надежду. Искренне, чтобы их здоровье, семьи, все было на самом высоком уровне. Благодаря им мы живем, мы верим, мы надеемся, что они помогут всем тем людям, кто столкнулся с этой болезнью. Каждый день медики города ведут борьбу с невидимым врагом. Без проведения специальных исследований нельзя твердо определить, болен пациент коронавирусом или нет. И эта неопределенность представляет большую опасность для медработников. Благодарностями были отмечены врачи-терапевты, рентгенологи, те, к кому непосредственно обращаются люди с симптомами, похожими на картину развития опасной инфекции. Мой трудовой стаж в этом году 40 лет. Я 6 лет житель города Харциска. Золотая медаль, красный диплом. И даже никаких сомнений не было, что я посвящу свои профессиональные знания своему родному городу. Никогда я об этом не пожалела. Я работаю в рентгенодиагностике. Это войска невидимого фронта, как и все диагностические службы. Нас не знают в лицо, у нас нет благодарных пациентов, но ни один пациент никогда не обойдется без нашей помощи. Поэтому мы стоим на страже здоровья, так как и все остальные наши коллеги. В лице главного врача почетной грамоты был отмечен и весь коллектив Центральной городской больницы Харциска. За вчерашний день, 30 июня, на территории Республики, согласно проведенным исследованиям, выявлено 30 случаев заболевания COVID-19. Новая коронавирусная инфекция была выявлена у лиц контактных с заболевшими ранее. Среди них 4 медика. По результатам двух отрицательных тестов выписано 34 человека. Всего по состоянию на 10 часов утра 1 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Донецкой Народной Республики 1166. На лечении находятся 719 пациентов, выписаны 376 человек, летальных случаев 71. Вчера 68 выпускников Харцисского технологического техникума получили путевку во взрослую профессиональную жизнь. Документ о среднеспециальном образовании государственного образца. Позади 4 года учебы, лекции, конспекты, практика. Выпуск 2020 года вполне можно назвать успешным, поскольку большая часть студентов ХТТ, будущие сварщики, электрики и специалисты по документационному обеспечению управления архивисты защитили свои дипломные работы на отлично и хорошо. Я считаю, что уровень подготовки достаточно хороший. Прошла защита дипломных проектов. Значит, приблизительно 60% в группах защищались и выше на отлично, значит, на хорошо. И на удовлетворительные – это буквально один человек, два человека из числа защищаемых по специальности. Останавливаться на достигнутом дипломированные выпускники техникума не собираются. Некоторые из них уже твёрдо решили продолжить обучение в вузах ДНР. Есть среди молодых людей и те, у кого уже в скором времени появится первая запись в трудовой книжке. Большинство у нас заберёт эта региональная энергетическая компания. Это Шахтёрск, Харциск, Макеевка. Вот большой этот круг городов. Студенты уже там были на практике, они оформляются. Прошли уже собеседование на предприятиях, будут оформления. Поздравить выпускников с их знаменательным днём и вдохновить их на дальнейшие свершения пришла заместитель главы администрации Харциска Наталья Бондаренко. Вы уже специалисты. Вы преодолели большой творческий научный путь. Уверена, что многие из вас не остановятся на достигнутом и, безусловно, продолжат обучение в вузах ДНР, да и не только. Ну а те ребята, которые приняли решение и начнут уже свой первый трудовой путь, уверена, что те знания, тот опыт, который вы получили в стенах нашего учебного заведения, продемонстрирует, что вы высококлассные специалисты, что вы профессионалы своего дела. Поэтому всех вам благ, здоровья, творческих успехов. Ничего не бойтесь, дерзайте. В добрый путь. Слова благодарности вчера звучали в адрес родителей студентов и преподавателей Харцисского технологического техникума. Всех, кто был рядом и помогали нынешним выпускникам уверенно идти к намеченной цели. В Зугрессском городском обществе инвалидов «Мария» сегодня особенный день. Но непривычному шуму и суете есть простое объяснение. Зугресская «Мария» принимала благотворительную помощь. Вопреки названию, не мечтая, а все же надеясь на то, что мир не без добрых людей, председатель организации «Любовь Данилова» не устает обращаться к местным властям и к общественникам. В первую очередь мы, конечно, прорабатываем то, что мы можем сделать с нашим управлением труда и социальной защиты населения. Если есть такая возможность у УТСЗН, то мы своими силами эту помощь оказываем. Далее, если такой возможности именно нашими структурами нет, оказается действие, тогда мы уже начинаем обращаться в все возможные благотворительные фонды, международные комитеты, организации, которые, в принципе, эту помощь могут предоставить. Ну вот сегодня как раз у нас так и получилось. По международной гуманитарной линии Зугресская «Мария» сегодня получила два инвалидных кресла-коляски, пять ходунков, 30 костылей и 20 тростей. В знак благодарности местные мастерицы испекли пирог для благотворителей. Камерунец-крестьян растерялся от неожиданности и спросил совета, как следует принимать угощение, чтобы не нарушать местных обычаев. Сегодня еще одно доброе дело на счету общественного движения «Донецкая республика» и его оперативного штаба «Здоровое движение». Поступило обращение на горячую линию 45-045, собственно говоря, от общества инвалидов, в лице председателя. Мы рассмотрели заявочку, оказали содействие, привезли сегодня маски в количестве 150 штук и антисептики. 2 июля 1556 года, после очередного взятия Астрахани, царь Иван Грозный ликвидировал Астраханское ханство, присоединив его земли к русскому государству безо всякого мирного или иного договора. К полному титулу русского самодержца прибавилась опция «Астраханский царь». Более чем через 100 лет, 2 июля 1670 года, в аккурат после бросания запад персидской княжны, у стен Астрахани появился Степан Разин. Гарнизон крепости дружно перешел на сторону мятежного казака, царская администрация частично бежала, частично была сброшена с высокой башни. Разбросав по городу золотые дукаты, Разин убыл из гостеприимной Астрахани. С тех пор русский форпост на Каспии никто не брал приступом, и жители его чувствуют себя спокойно в этом южном городе. Завтра июльский рекорд температуры воздуха в Астрахани, составляющий 29 градусов, вполне может пасть. А вот в нашем регионе максимальная температура воздуха для 2 июля была зарегистрирована в 1991 году и составила 37 градусов. Синоптики в этом году обещают около 30. Днем переменная облачность, северо-восточный ветер 4-7 метров в секунду. Ночью облачно, температура воздуха 21 градус, ветер северо-восточный 3-6 метров в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова